всем доброго времени суток уважаемые зрители привет сегодня мы с димой будем делать нашу дальнейшую подготовку к сезону и сегодня мы возьмем вот такой вот транец для водолета который мы опять купили у рыболовной академии это транец для водомета ихнего производства до который специально как бы сказать людьми создавался именно для этих целей вот и сейчас мы будем его устанавливать подгонять на лодочку solar стрела 470 которая у меня отработала уже один сезон ну и сейчас будем накачивать пробовать устанавливать ну и конечно я скажу пару слов об этой лодочке ну и сейчас вы посмотрите вот у нас висит и моторчик насадку мы уже устанавливали вы видео видели там вот у нас уже в углу лежит уже двадцатка старичок с двенадцатого года у нас трудится вот дима к нему уже подготовил насадку малой серии могу сказать пару слов обязательно пару слов о насадке насадка тайваньской изначально она у них идет без заднего хода без всего этого комплекта заднего хода я нашел гольфстрим по моему до гольфстрим есть моторы и у нас и гольфстрим есть фильма они выпускают продают такой комплект комплект для задней комплект задний ход нейтраль в отличие от те что предлагают для вот этих насадок вот это вот крышка она железная гольфстрима так они все пластиковые где-то я за пятерку этот купил комплект заднего хода до заднего хода потому что без заднего хода этот башмак металлический да да вот этот башмак у металлические так что я искал я не уригинала тоже металлическим реки зала а на этих насадок они же идут вообще без этого ну да 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 они вообще да вот этот башмак пас массовой а вот все потрохатой все они здесь все в комплекте и включение ну единственно это заточенные под гольфстрим по моему под пятнашку и ямаху и мужик сейчас опять же переделаем то это я все под переделку буду делать сам вал вал у меня кстати остался от этого насадка изначально стояла на тахацу на 18 там четырех так нам небольшие изменения я только заменил стакан помпы стакан водимой помпы полку и все все остальное осталось родное доживал от тахацу он подошел на судзуку единственный момент толщина вала разная немножко ту колеса этого помпочки и здесь по моему на 18 там рогу толщение идет но вот различия между сузукой это и тахацу поставил сюда крыльчатку помпы тахацу и все встало все работает ну что дмитрий леонидович давай будем накачивать наш салар будем разбираться ставить регулировать и маленько снимать видео зимние спячки распаковали посмотрим сейчас как у нас салар пережил зиму вот начали мы с димой работы накачали лодочку лодочка вроде накачалась открутили пластинку родную деревянную которая подкладывалась к основному трансу под упор механизма вот и сейчас будем вот такой вот дранец пробовать мерить как он подойдет и изготовление именно от рыболовной академии из красноярска его ребята делали специально там продумывали как он тут будет регулироваться у нас и вверх и вниз когда дима сейчас просто так примерить накину чтобы видно было как они там будут вставать ну да то есть если как стать по морскому дифферент по авиационному тангаж или как его называют угол атаки вот она регулируется по углу атаки да и также на у нас будет регулироваться по высоте вот есть такой регулировочный винт вот он такой червячка все тут смазано втулочки все продумано висит он точно не могу сказать на память что наверно в районе 7 килограмм достаточно тяжелый транс ну благодаря ему нужно очень точно отрегулировать водометную насадку сейчас мы видим эту высоту еще оставить минимально в среднем надо где 12 13 до сантиметров чтобы выше но это сейчас смотри как сделаем это мы нам сейчас нужно притащить мотор сюда помнишь как мы делали я понимаю да сейчас мы его накинем примерно чтоб он был ну под этот интег чтобы хотя бы ну по нулю выходил выбрать среднее положение здесь вот регулировки сейчас винтом выберем среднее положение и выставим среднее чтобы потом от среднего положения могли вверх вниз правильно логично да видим что лодочка у нас отработала сезон накачалась сейчас после не знаю хранение будет не будет у нас спускать но сразу же скажу меня многие люди интересовали спрашивали когда лодку после брака заменили как она вот когда я эту лодку купил у меня вот в этом вот месте протекала вода ну скажу честно когда мне лодку поменяли ее поменяли уже в зиму и в зиму я ее не мог попробовать и когда начался сезон и я ее спустил на воду сразу же ее нагрузили и как только на воде лодочка особенно когда на берег ее подзатаскиваешь и грузорная лодка когда вот это все попадает в воду вот так вот у меня почему-то опять потекла вода вода в принципе и сейчас бежит после замены да я уже не стал обращаться потому что ее будут менять там не знаю недели две это время у меня работа я не могу просто ну пропустить как бы сказать этот момент от этого я уже не стал обращаться магазине где я покупал лодку лодка опять бежит но теперь в каком месте бежит я не могу теперь понять после не было времени даже вычислять откуда идет эта протечка то есть после замены ничего не изменилось лодочка продолжает давать течь возможно и в этот раз уже из-под клапана а может быть и нет но мы уже сейчас гадать не будем в этом сезоне мы сейчас вот димой пока есть момент сейчас снимем этот клапан сразу же его промажем или проклеим и потом посмотрим побежит или нет чтобы понимать откуда опять попадает вода вот дима сейчас данный момент ранец выставляет среднее положение а ты вообще смотришь куда чудо происходит это вверх это вверх поднял или отпущен это отпущен вниз это максимально отпущенный вниз ход у него вот у него небольшой ход примерно 5 сантиметров лучше чуть побольше да ну наверно в районе пяти до то есть он грубо говоря этот ранец универсальный мотор это все равно там разные где-то чтобы выглядеть туннель его четко подставить вот этим трансом этим полком нужно отрегулировать идеально навес ну а идеально выставить мотор вот у нас первая проблема уважаемые зрители мы пытаемся ровно приложить таранцу да к танцевой плите и видим что у нас здесь а щель такая миллиметра наверно 3 до не прилегает и не прилегает она по причине что вот эти шляпки двух болтов они выше чем эти и в них упирается они выше чем вот это все в плоскости и упирается в них вот мы видим да это но два уйдем она эти как-то да она видимо вот так вот немножко под вывернули что ли ну это да видим что эти еще не достают а вот эти два две шляпки болтов упираются и плотно не прилегает образуется такая щель есть такая недоработка с этим трансом сейчас мы это доработаем сварка и болгарка творят чудеса сварка и болгарка творят чудеса да дмитрий леонидович сейчас мы будем дорабатывать конечно заморочиться купить съездить открутить купить болты и ну чтобы были в потай какие-то или винты прикрутить что-то типа такого поставить сейчас я думаю их подточим так с димоном и тут эти подточили в принципе все совпадает кроме одного винтика среди мы шляпка вот одна только осталось достает вот упирается в нее да да ну мы и сточем этому все сделаем сейчас вот мы струбцинами навешиваем выставляем среднее и поставим моторчик чтобы понять попадаем ли мы регулировками наших желаемые как бы сказать наши желаемый диапазон до настроиться что мы вот это минимум максимально опущены вниз это у нас 13 сантиметров а вверх 18 вверх на 18 и получается 5 сантиметров сантиметров давно гулять единственное 13 сантиметров мне кажется но это самый самое должно быть наши по-хорошему может быть надо быть чуть ниже она уже его опустить никуда выше то ладно там как бы залетели туда пойму да ну сейчас этому для этого все и прикручиваем чтобы померить сейчас мы накинем мотор и все посмотрим если уже нет но мы будем смотреть как нам ниже то есть мы уже опустили до самого по сути дела не заужился давай я в одну лицо и еще папа дима сейчас в одну каску тут уже готов это все сделать сейчас мы будем навешивать и смотреть как это у нас все будет происходить я уже на рыбалку захотел я не дочери на рыбалку захотел смотрю на а как же корона вирус он ждет нас тайге кстати я кстати консультировался лично уважаемого инфекциониста он неуверенно заявил что в тайге коронавируса нет лещенко что-то не приехал да 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 опа 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 это в самом нижнем положении на первое это на первой планке ну да затирает ну что 13 сантиметров опущенные вниз это давай мы сейчас хотя бы выставим на вторую планочку чтобы изменим наш дифферент хотя бы на вторую чтобы понимать ситуацию текущего момента ну тут мы сейчас ничего не затянется регулируется еще и вместе с дифферентом самой да 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 вместе с самим трансом так смотрим аккуратно о уже чуть-чуть получше ну да это то что сейчас еще брызгает брызга отбойник это так это ничего страшного в принципе самое основное то вот это ну давай дим пробу и регулирует леонидач думаю надо маркеров каким-то нарисовать какую сторону крутить что это еще пока путаешься ли я пока дыхать не могу понять мы видим с каждым оборотом диме нам на ключах она поднимается вверх вот смотрим уважаемые зрители таким образом мы можем очень точно по подогнать ее по высоте и с помощью нижней мы можем хочет четко ее паган подогнать по папа тангажу или дифференту ну так же скажем так этот тангаж и дифферент можно изменять с помощью перемещения планки отверстий мотора мы видим тут есть какой-то шаг и остается какая-то мертвая зона да и более точные настройки можем подогнать уже снизу смысл этого грубо говоря транса вот о когда у нас примерно выходит это максимально вывел не ну в принципе более чем поднялась это уже чересчур мы ниже не можем его опустить сам сам этот ранец мы ниже не можем опустить у нас уже вот он где стоит выше моего поднять не можем ну регулировка есть 8 мы можем поднять его и повыше да и пониже и как-то поздно то есть как будет есть это пространство для эксперимента выше ниже как лучше пойдет планочки с собой не возить не подкладывать не надо надо так мы раньше по старинке вот я вам покажу внутри вот это мой инструментальный ящик на моей морке мы если его поднять можно увидеть много интересного но самое интересное мы видим вот эти вот деревянные планки с которыми мы постоянно производили регулировки да то есть теперь идея этого регулирующего транса убрать все вот эти вот планки и можно полностью более точно выставить все регулировки данного мотора вот с димой мы взяли примерно так подкинули в транец у нас закреплена пока ничего не просверлено на струбцина мы пока вывесили это все дело вот таким образом подняли до определенной как бы сказать высоты вот отрегулировали нужный нам угол атаки с помощью планки на моторе и с помощью данных винтов и видим что все конечно это здорово да все это хорошо данный транс нам позволяет сделать максимальные регулировки во всех плакать плоскостях которые требуются для регулировки именно водомета правильно сегодня носу звук а завтра у нас что-то случится и мы пересядем на кой-то другой мотор какой-нибудь там тахацию там или мерк там без разницы да или ямаху при помощи ну возможно что придется что-то подрегулировать и если бы был ну траница бога обыкновенной который прикручивается на 4 болта где-то наверно может быть подпилить где-то еще что-то где-то был улиткой терся то при помощи но вот этого транса даю отрегулируем как надо на я не люблю когда много регулировок я я тоже не люблю вот может быть тут что-то это мнительность остается может быть тут что-то не не ну в принципе люди ты знаешь которые постоянно пользуются водометом и как бы лодку таскают на прицепе там можно один раз по до 1 мотор ты вывезли по стране до помучился там денек-два опытным путем эмпирическим все это себе выставим все регулировки и потом все затянул зафиксировал и забыл нам прямому это предстоит сделать ну да нам предстоит только мы то ли да только мы это ненадуга хотим как бы сделать ну в этом я сейчас вот смотрю одно что мы видим что мотор у нас как бы выносится на какое-то расстояние от транса но я думаю тут наверно смещение ну сколько наверно около наверно десяти сантиметров всем да есть у димой таруле . ну ка ну нет и вот от середины вот этого до середины этого транса сколько у нас ну вот от этой середины до середины с половиной семь с половиной да вот примерно мы видим что смещение мотора за вынос транса идет на семь с половиной сантиметров приблизительно точных замеров не делаем примерно так но ему в то же время видим как у нас интег отодвигается тоннеля вот это конечно не очень хорошо ну и попробуем уже на воде какие будут прохваты мы конечно люди рыболовы рыбаки и сильно не заморачиваемся с этими прохватами нам процесс главная рыбалка добраться до места рыбалки да да до места рыбалки надо добраться и пофигу если даже будут небольшие прохваты для нас лично это не критично можно сделать здесь а еще какие-то там продление этого всего как они там эти спойлеры шмойлеры как и сейчас там называет по-разному но мы однозначно не будем делать на этой лодке этого потому что нам за у нас у нас ходит и под винтом еще принципе расстояние такое внушительное а ну-ка леонидыч где у тебя руле . то замерь пожалуйста расстояние 10 сантиметров девять половина девять с половиной хороший такой вынос идет но могут и сейчас приблизительно настроили именно в такие вот настройки можно конечно сместить эти углы атаки и чуть-чуть как бы сказать пододвинуть на пару сантиметров но угол занимаемого как бы сказать отталкивающей струи то скажем вектор тяги струи будет бить конкретно прям в воду соответственно лодку будет постоянно постоянно стоялась оприжать заглубить как бы нос это тоже есть хорошо то есть это мы так примерно на взгляд выставили видим что такое расстояние ну что теперь будем снимать засверливать ну и потом это испытывается на воде немножко лактайта гаечки закрытые дима как всегда использует резьбовой фиксатор потерял бог внутри лучше вот так ставим и не потому что наживлять пальцами ты точно туда уже не подлезешь вот уважаемые зрители мы с димой прикрутили дима тут все уже затянул установил осталось нам потянуть ну поставим уже по месту вот эти болты подтянем да сейчас нам осталось уже как бы сказать еще раз контрольное навешивание мотора еще так а Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Транец Корректор А.Кулакова 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 Мы тоже будем пробовать его Да, сейчас нам осталось Сделать последнюю работу Так как лодка после замены Опять где-то у меня в районе Транса, здесь внизу накапливается Вода, точно у меня уже не было Времени выяснить Сейчас мы открутим Этот клапан, кингстон Как его тут правильно назвать Да, сливной клапан И посадим его на герметик Если опять будет вода попадать То мы поймем, что это уже не через него Сейчас сделаем последние работы На этом, уважаемые зрители Наше видео с Димой Подходит к концу Всем, кому понравилось, ставьте палец вверх Подписывайтесь на мой канал Делитесь видео с друзьями До свидания, до новых встреч